Смотрите в итоговом выпуске новостей. На автовокзале прошел рейд по бывшим мигрантам. Вот его итоги. По Уфе начал ездить польский трамвай из Москвы. Всего их будет 69. Улицу генерала Рыленко и развязку в Уфе открыли с шампанским. Штрафы и тесты. Власти решали, что делать с электросамокатчиками. Возле водонапорной башни в Уфе построили сквер с видом на белую. Физика без границ. В Уфу на интеллектуальное шоу съехались школьники из восьми городов России. Пошли, пожалуйста, посмотреть наши документы. Нас интересует ваша постановка на воинский учет. Следователи военного следственного отдела продолжают свою работу по постановке бывших мигрантов на воинский учет. На этот раз профилактические мероприятия совместно с сотрудниками республиканского военного комиссариата прошли на Южном автовокзале в Уфе. Съемочная группа телеканала ЮТВ отправилась туда же. Мы стараемся как можно чаще проводить подобные мероприятия совместно с нашими коллегами. В связи с чем с начала 2024 года на воинский учет было поставлено более 400 человек. После получения паспорта гражданина Российской Федерации мужчина должен проследовать в военный комиссариат по месту своего жительства, по месту прописки. После чего установленным порядком встать на воинский учет. Могли бы вам, пожалуйста, показать документы, подтверждать, что вы стоите на военском учете, если они у вас имеются? И состоите ли вы на военском учете вообще? Стою, конечно. А в каком военном комиссариате? Подскажите, пожалуйста. В Демске. В Демске. В Демске военном комиссариате? Да. А с какого периода времени вы состоите? В Домске. Да, что-то как. Переехал сначала к Кировскому, а сейчас в Демске. А есть документы для стерлящей личности какие-то? Вот сейчас дадим, если надо, вот. Я дам вам. У этого тракториста с документами все было в порядке. Наша съемочная группа побывала также в нескольких точках фастфуда и сквере рядом с Южным автовокзалом. Вы у нас зарегистрированы в Челябинской области, да? Там вы состоите в военном комиссариате на учете? В каком? В Златоустовском. В Златоустовском, да? Угу. Все, спасибо большое. Прошлые дни. Всего в ходе данного рейда проверено 44 человека, из которых 10 граждан, ранее получивших гражданство Российской Федерации, направлены для постановки на воинский учет. С 1 октября по Уфе начали ездить трехсекционные трамваи Песа Фокстрот. Произведены они были в Польше, с 2014 года ездили по Москве, а теперь бесплатно достались в Уфе. Мы вышли на одну из остановок, чтобы успеть сесть на такой трамвай и прокатиться на нем. Пойдем в первый вагон. На кнопку нажать. Ого! Первый трамвай модели 71-414 выехал в Уфу из Москвы в ночь на 25 июля. До 1 ноября, со слов Ратмира Мавлиева, в городе должно быть уже 15 единиц польского электротранспорта. К концу 2024-го – 20. А согласно полной договоренности, Уфа получит 69 фокстротов. Сейчас трамвай из трех вагонов ездит только по пятому маршруту, который связывает проспект Октября и центр Уфы – от госцирка до Пушкина. В ответ на наш вопрос о том, где будут ездить остальные машины, в муниципальном управлении электротранспорта ответили, что их отправят на маршрут номер 5. Скорее всего, речь идет только о первых 20. Первое, что бросилось нам в глаза и всем остальным пассажирам, которые заходили уже после нас, – это, конечно же, большая вместимость трамвая. Складывается ощущение, будто ты едешь в таком небольшом поезде. Чего-то нового трамваю добавляют, конечно же, и двери, которые открываются по кнопке. А на особо хороших участках рельсов трамвай развивает приличную скорость. На профильных сайтах отмечается, что модель 71-414 может вместить до 190 пассажиров. Внутри есть система кондиционирования и отопления, а максимальная скорость состава – 90 км в час. Но передвигается он по улицам Уфы не быстрее, чем остальной электротранспорт. Видно, что повороты местных рельсов для него слишком крутые, постоянно приходится сбрасывать скорость. Но как эти машины показывали себя в Москве? Мы нашли мнение о них от московского урбаниста. Важно не просто купить технику. Нужно ремонтировать ее после аварий и просто обслуживать. Как зарубежную, так и отечественную. С польскими песами тут прямо вот все совсем грустно. 3 декабря 2014 года был последний день работы польских трамваев в Москве. Их все отстранили от работы. Вместо 30 лет работы, как обещали изначально, в Москве трамвай не продержались 10 лет. Сначала был каннибализм запасных трамваев, то есть просто выдирали запчасти с действующей техники и вставляли в другую. Затем пытались найти запчасть-аналоги, но в итоге оказалось проще заплатить дважды и опять купить новые вагоны, но уже у российского завода. Сейчас будущее пес неясно. Впрочем, для Уфы, где основу трамвайного парка составляют 30-40-летние вагоны, это большой шаг в развитии. Наша поездка прошла с комфортом и закончилась на госцирке. Трамвай тут же отправился в обратный рейс вместе с пассажирами. Сейчас опасения за его целостность вызывают только состояние трамвайной сети. Напомним, что в 2023 году во время ежегодного послания госсобранию Радий Хабиров рассказал о том, что планируется проложить и отремонтировать около 40 километров трамвайных путей в южной части города и закупить 60 новых трамваев. Егор Полторыхин, Андрей Шарыгин, телеканал ЮТВ. В Уфе запустили движение по новой улице генерала Рыленко и развязки на ее пересечении с улицей Пугачева с выходом на Кувыкино. Путь разгрузит трафик в пригород и микрорайон Кузнецовский затон. Строительство новой улицы с развязкой проводилось в рамках проекта «Южные ворота» с пропускной способностью 48-50 тысяч автомобилей в сутки. Мэр Уфы новую артерию презентовал начальник управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений столицы Константин Паппе. После короткой лекции произошло то, ради чего здесь все собрались – пуск движения. Пусть эта дорога служит очень много лет, радует жителей, горожан и всех тех гостей, кто приезжает в столицу Республики. Всех поздравляю, желаю всем хорошего настроения и пусть эта дорога приносит радость. Вперед! И куда без давней традиции – разбить бутылку шампанского. Сегодня ее метнули в крышку канализационного люка. Семь полос, два путепровода, полный клевер. Это дает очень хорошие объемные возможности для всех тех, кто приезжает в наш город, живет в территориях Октябрьского района, Нагаева, Зинина. Удобный въезд и, соответственно, также удобный выезд Степана Кувыкина и Зеленой Рощи. Интернет заполнен, видео ДТП с самокатами. По данным ГИБДД по Башкирии, в этом году в Республике произошло 43 аварии с участием средств индивидуальной мобильности. СИМ – это гироскутеры, электроскейтборды, а самый распространенный вид этого транспорта – электросамокаты. В ДТП с их участием 45 человек получили травмы. Среди них 19 детей. Об этом сообщили на круглом столе в Курултайе Башкирии. В рамках проводимой профработы сотрудниками госавтоинспекции выявлено 463 различных административных правонарушений, допущенных водителям СИМ. Один из последних случаев ДТП с самокатом произошел 16 сентября на улице Боязита Бигбая в Уфе. Школьник выскочил под колеса внедорожника. На кадрах видно, как мальчик переезжает дорогу в неположенном месте, и его сбивает автомобиль. Таких случаев много как в Башкирии, так и в целом в России. Депутат Курулта Республики Фарид Гумеров напомнил о смертельном случае в Санкт-Петербурге. Количество ДТП с участием электросамокатов и в других населенных пунктах республики тоже идет в рост. А так, по результатам 2023 года, по количеству ДТП с смертельным исходом, антилидером является город Санкт-Петербург. Там всего 4 погибших было за 2023 год. Таких смертельных случаев пока в Башкирии нет, подчеркнул Гумеров. Ни в 2023 году, ни в этом. Однако количество пострадавших самокатчиков все равно растет. Особенно в летнее время. Почти ежедневно в травматологическое отделение поступают дети с травмами. На сегодняшний день меры наказания за факт допуска несовершеннолетних детей к электросамокатам, родителям, или в виде предупреждения, или административного штрафа до 500 рублей. Запретить самокаты полностью нельзя, но ввести ограничения можно, отмечают эксперты. Например, в Уфе на оживленных перекрестках уже действует скоростное ограничение – 5 км в час. Кроме того, запретили ездить на самокаты в парках и скверах. Территории, на которых действует запрет для передвижения СИМ, это промышленные зоны, кладбища, парки, скверы, общественные территории, в которых частично возле детских площадок полностью видены зоны запрета для движения СИМ. Перечень зон запрет для движения СИМ составляет около 18 наименований. Важным шагом в решении этой проблемы также является законопроект о штрафах за нарушение правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности, отмечает депутат Фарид Гумеров. Согласно этим новым поправкам, во-первых, вводится понятие лицо, использующее средства индивидуальной мобильности для передвижения. Для них будут распространены все требования правил дорожного движения, как для водителей. Во время круглого стола в Куролтай-Башкирии предложили и другие решения проблем с самокатами. Так Рамиль Бадамшин считает, что дети должны еще со школы изучать правила дорожного движения. И в 14 лет, мне кажется, уже вполне можно ребенку давать эти знания. И возможно разработать какой-то норматив, чтобы вот эти мальчишки 14-летние обучались правилам дорожного движения и даже сдавали на правах 14 лет. Понятно, что без права управления выдали бумагу, что когда они достигнут 16-летнего возраста, процедура получения уже законных прав не будет упрощена. Мне кажется, они будут очень даже замотивированы для того, чтобы изучать эти правила. Проходить тест на знание правил дорожного движения. Такую идею выдвинул сервис проката электросамокатов МТС Юрент. Сообщил на круглом столе его представитель. А его коллега из компании ВУШ отметил, что с каждым сезоном количество аварий увеличивается. В 2024 году мы внедрили тестирование на знание правил дорожного движения в приложении. Это тест из 10 вопросов на знание правил. С начала сезона в Уфе прошли более 20 тысяч раз данный тест. Сейчас прохождение теста добровольно, в перспективе планируется сделать его обязательным для новых клиентов. В Уфе заблокировано и оштрафовано с начала сезона 20 123 нарушителя. Казалось бы, это действительно очень большие цифры, это очень большое число. И можно подумать, что многие уфимцы нарушают правила. Но здесь важно сказать, что только в прошлом сезоне на самокатах нашего сервиса было совершено более 2 миллионов поездок. Вы понимаете масштаб? То есть 2 миллиона поездок. Причем это было в прошлом сезоне. А каждый сезон мы видим увеличение примерно на 70-80%. То есть можно ожидать, что в этом году будет более 3 миллионов, порядка 4 миллионов поездок. Во время Круглого стола в Курлтай депутат Госдумы Динар Гелимудинов возмутился о работе СМИ Башкири в освещении ДТП с участием детей. Он считает, что телеканалы перестали информировать об авариях и показывать работу дорожной полиции. Надо вот постоянно говорить, что профилактика в республике идет со стороны надзорных ведомств. Мы этого не делаем. Другие участники Круглого стола возразили товарищу Гелимудинову. Они отметили, что работа по освещению правонарушений на дороге все же ведется. Разилил Дашба, Фегор Полтарыхин, телеканал ЮТВ. У водонапорной башни в Уфе более чем вековая история. Только за последние 5 лет она пережила множество изменений. Так, в октябре 2021 года она стала объектом культурного наследия. Эта башня совершенно уникальна в своем роде. Ей уже 100 лет или более. Не так давно башня получила обещание от властей. Ее состоянием займутся профессионалы. Мы попробуем подать заявку на восстановление здания. У нас были интересные идеи для физико-технического института возобновления программы занятий по астрономии. Ее пытались спасти и активисты. Вот идея приходит, и почему бы их не реализовать? Я понимаю, что это там проживет буквально два дня, там один день. Ну и ладно, зато это я сделал. И в конце концов перед юбилеем города за нее взялся мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В первую очередь приведем в порядок прилегающую территорию. Установим ограждение скамейки на смотровой площадке. Уложим плитку. Проработаем вопрос расширения парковочной зоны. История такой старой и неухоженной башни закончилась летом этого года. Мы застали ее до начала работ вокруг объекта культурного наследия и увидели, как очищают стены от рисунков. Территорию очистили от кустарников и деревьев. Начали высаживать новые. Сейчас пространство вокруг нее официально открыто для посещения. Тут появились дорожки, глумбы, скамейки. Фонари тут тоже появились, как и глубокие ямы вдоль обрыва. Вероятно, тут появится ограждение. Напомним, Ратмир Мавлиев обещал поставить лестницу около объекта культурного наследия, сделав пеший доступ к набережной. Сама башня теперь сиротливо стоит сбоку сквера. Она обнесена забором и очищена от рисунков. Но внутри все еще остались граффити и сгоревшие деревянные перекрытия. Зато теперь она хотя бы не представляет опасности для любопытных подростков. Вокруг башни сделали освещение и поставили юрты. В них продают меха и мясо. В других юртах у нас тоже большой выбор разнообразного меха, изделий из меха. То есть это тапочки, варежки, сумки. И что у нас еще есть такого? У нас еще присутствует мясная продукция, которую мы изготавливаем сами. Это также есть мясо из дичи. И козлы более привычные для нас всех башкирии. Есть украшения ручной работы, есть ножи ручной работы. Еще неизвестно, как юрты переживут зимний сезон, рассказывает Дарья. Наверное, будут утепляться, но пока об этом не задумываются. Возможно, площадка станет нерентабельна через пару месяцев и будет ждать весны. Чтобы начать работу с самой башни, нужно передать ее в муниципальную собственность. После этого должен появиться проект. А пока башня активно начинает оживать. У нее даже есть свой маленький хранитель, как его называют гости парка. Серый дымчатый кот поселился здесь с началом реставрации. Он ночует в дальней юрте на диване и, надеемся, переживет зиму, как и идея восстановить объект культурного наследия. А в чем тогда смысл жизни? Как не в изучении всего того, что нас окружает? Марату Бекташеву, ученику уфимской гимназии номер 39, помогает понимать этот мир физикой и шахматы. Одного без другого не может быть, отмечает десятиклассник. По крайней мере, в его жизни. Если первое активизирует мозговые нейроны, то второе – это своего рода медитация. Шахматы, я считаю, это очень успокаивающая игра, которая и по жизни сильно помогает. То есть ты можешь из шахмат для себя какие-нибудь жизненные принципы выцепить и жить по ним. То есть это на самом деле очень глубокая игра. И именно шахматы помогли Марату Бекташеву и его команде отойти после первой игры в интеллектуальном шоу «Физика без границ». Школьники участвуют в нем впервые. Пришли проверить себе и свои знания. Было непросто, но интересно, признаются ребята из команды 760 мм ртутного столба. Мы сюда приехали в первую очередь не за победой, а за эмоциями. Мы их получили. Мы с ним играем в шахматы и получаем большое удовольствие. Приняли участие в интеллектуальном шоу «Физика без границ» еще 15 команд из разных городов России. Это Уфа, Москва, Иннополис, Новоуральск, Перемь, Белорецк, Октябрьский и Салават. Сначала они прошли отборочный этап, решали нестандартные задачи по физике. После жюри, состоящие из лучших педагогов из Башкирии и России, выбрали самых лучших и пригласили на четвертьфинал, полуфинал и финал. Три игры приходили в Уфе. Меня поразило, ребята, еще на этапе отбора. Нам было прислано много заявок, и, к сожалению, многие мы были вынуждены отклонить, потому что мест у нас было не так много, 16 команд. До финала дошли, мне кажется, вообще невероятно сильные команды. Если посмотреть, например, финальный вопрос, он очень сложный действительно, и настолько исчерпывающие ответы прям даже поразили. Хоть я был хорошего мнения заранее о школьниках, но они даже превзошли мои ожидания. Интеллектуальное шоу «Физика без границ» проходит во второй раз. Проект реализуется Уфимским центром образования «Без границ» при грантовой поддержке Всероссийского сообщества детей и молодежи «Движение первых». Съемки Викторины проводил телеканал ЮТВ. Три, два, один, эфир. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интеллектуальное шоу «Физика без границ». Я вами всеми восхищаюсь, и участниками, и преподавателями. Это, конечно, колоссальная работа. Я очень довольна проектом. Как он проходит, он у нас вообще растет. С прошлого года мы его уже второй раз снимаем. Надеемся, что он будет дальше расти до федерального уровня. И мы видим, как дети меняются через эту передачу, как они увлекаются наукой. Даже в съемках телепередачи проходит два дня. Они ночь не спят, они читают, они ищут ответы на вопросы. Это главное, чего мы добиваемся, чтобы они увлекались. Как отмечают участники шоу «Физика без границ» и их наставники, вопросы были сложными, но очень интересными. На их составление ушло немало времени. Вопросы были не из легких, и командой нам попадались очень сильные ребята, которые слаженно работали. Мы с моими друзьями тоже старались, отвечали на все вопросы по возможности. Здесь достаточно интересные вопросы, в принципе, забавный, ну, интересный формат. Знали много нового. Мне очень понравились жюри, которые, ну, получается, давали ответы на вопросы, которые, ну, никто не знал. Вопросы очень классные. Даже, думаю, несколько вопросов утащить к себе. Соответственно, потом детей ими можно спрашивать, значит, и какие-то ответы, какие-то знания по физике развивать. Очень интересные задачи, очень интересные люди. Пришел бы сюда в следующем году. Чтобы собрать вопросы для телепередачи, это, на самом деле, очень тяжелый, большой труд. Где-то вообще есть авторские вопросы, а есть, конечно, перелопаченные горы, энциклопедии, пересмотренных телепередач, общение с учеными, с профессорами из университетов. Когда профессор университета говорит нам, а вы знаете, вот на этот вопрос в университете у нас голову ломают, и со студентами мы его обсуждаем, и мы тогда этот вопрос точно берем для передачи. Для популяризации науки нет заготовленных задач и формул. Вызвать интерес у молодежи не так просто, поэтому надо подходить к этому вопросу креативно. До недавнего времени, опять же, трудно было даже представить, что такое у нас могут прям проводить. Особенно вот такое узкотематическое прям по физике. И мы очень благодарны, что, опять же, это все организуют и проводят, потому что, конечно, это незаменимые возможности, которые сейчас нигде еще найти нельзя. Вот честно скажу, у нас в Москве, опять же, аналогов, ну, не только в Москве, я нигде не знаю аналогов того, что здесь проводится. И подобные форматы, как шоу «Физика без границ» – одно из решений в вопросе популяризации науки. Чтобы детей увлечь, нужно, чтобы это было в игре. И вот этот проект, он был рожден с точки зрения вовлечь в науку детей, где-то, возможно, без книг, но где-то, чтобы они сообща отвечали на эти вопросы, где-то подсматривали, где-то готовились, где-то читали книжки, общались с учителями. То есть образ науки, он должен быть не сосредоточен в одной литературе, он должен быть такой собирательный образ науки. Я вообще рада, что такие проекты проходят для школьников, потому что они могут побороть именно в своей сфере данные знания. Я очень надеюсь, что в следующем году этот проект еще больше станет, и в нашу республику еще больше приедет, и, конечно же, они выиграют в нашем грантовом конкурсе. Это один из самых удачных форматов, потому что кроме популяризации науки, тут добавляются обычные интересы. Это азарт, это командность, это какие-то спортивные соревнования, а это всегда интересно. Я люблю смотреть многие спортивные соревнования, даже ничего не представляя об этом, словно хоккей на траве, потому что это может быть зрелищно. А здесь это и зрелищно, и интересно, и полезно. Очень интересное ток-шоу. Я, конечно, был вовлечен в это действие, потому что выступали мои ребята, я, конечно, переживал и не мог не участвовать в этом. Вы сами понимаете, когда ты болеешь за кого-то, то ты сам вовлекаешься в это дело. Это одно из уникальных мероприятий, которые здесь проводятся и, конечно, предоставляют уникальные возможности и для детей, и для педагогов, как меня, соответственно, ну и, наверное, для УФИ, как площадки для всего этого. Здесь ведь мы касались каких-то смежных дисциплин, астрономия, например. Ну, конечно, астрофизика понятна, часть физики в целом, но и что-то из области физической химии, да, математика, без математики тоже невозможно, да, и вопросы, связанные с общим знанием истории. То есть общая эрундированность, конечно, очень важна, и я считаю, она и для учителя важна. Учитель должен быть, ну, в определенном плане, да, образцом эрудированности, там, заинтересованности. Нужно самому интересоваться предметом. Я вот физикой увлекся в девятом классе, прочитав книгу Стивена Хокинга «Краткая история времени». Если ты сам интересуешься и поддерживаешь себе этот интерес, то ты волей-неволей будешь зажигать интересом и других. Съемки шоу «Физика без границ» проходили два дня. Из 16 команд финал прошли четыре. Победитель получил путевку на образовательную поездку в Московский физико-технический институт. Кто эти счастливчики, узнаете в ноябре. Шоу выйдет на телеканале ЮТВ и в соцсетях «Центр образования без границ». Разилил Дажбаев, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Здравствуйте. И в ближайшее время я расскажу вам о самом важном, что случилось на этой неделе по версии нашей редакции. Здесь пошла трещина, и только что нам, жильцы девятого этажа, сказали, что появилась она недавно. Обычное утро на проспекте Салавата Юлаева, только для кого-то оно совершенно недоброе. Дыра в крыше, плесень, и это только малая часть всех разрушений. Я имею травматический пистолет, на который имею разрешение, рога. Суть своего дендра. Непейцевский дендропарк – это более ста видов кустарников и деревьев и 20 гектаров зеленых насаждений. Гарик, что делаешь? Добро. Добро? Добро.